Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас еще гляну ДимаTorzok 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 Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь ДимаTorzok 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 Комментарий Игнатия Лапкина на слова Феофилакта «Господне слово». Комментарий Игнатия Лапкина на слова Феофилакта «Господне слово». Они возмутились против меня. Неподчинение Слову Божию, исходящему от пророков, приравнивалось к бунту против Создателя, и эти люди объявлялись лжецами, то есть детьми дьявола. Второзаконие 4.2 «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую». Второзаконие 12.32 «Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить, не прибавляй к тому, и не убавляй от того». Притча 30 глава 6 стих «Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Евангелие Таана 8.44 «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Откровение 21.8 «Всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою, это смерть вторая». Эти же угрозы к непокорящимся и искажающим Слово Божие высказаны Духом Святым и в Новом Завете. И этими словами заканчивается Библия. Откровение 22.18 «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, то у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». «Вопросы». И он далее. «Христа» написано. «Родословие Иисуса Христа». Сейчас толкование на слово «Христа». «Христами назывались цари и первосвященники, ибо были помазывая святым елеем, который лили из рога на их голову. Господь называется Христом и как царь, ибо воцарился для истребления греха, и как первосвященник, ибо сам себя принес в жертву за нас. А помазан он истинным елеем, Духом Святым преимущественно, ибо кто другой имел Духа так, как Господь? Во святых чудо действовало благодать Святого Духа, но во Христе действовала не благодать Святого Духа, но сам Христос творил чудеса с единосущным Ему Отцом и Духом». «Сына Давидова». Толкование. «К слову, Иисус и Евангелист присовокупил сына Давидова, для того, чтобы ты не подумал, что он говорит о другом Иисусе, ибо был и другой знаменитый Иисус, вождь Израиля после Моисея, но сей назывался сыном Навина, а не Давида. Жил многими веками ранее Давида, и происходил не из Иудина колена, из которого произошел Давид, а из другого». Далее. «Сын Авраамова». Толкование. «Почему Евангелист поставил Давида прежде Авраама? Потому что Давид особенно был знаменит у евреев, и жил позже Авраама, и был царь. Ибо из царей он первый благогодил Богу, и первый из них получил обетование, что от его семени восстанет Христос, почему все и называли Христа сыном Давидовым. Давид носил в себе и образ Христа, ибо как сей воцарился на место отверженного и возненавиденного Богом Саула, так и Христос пришел от Отца во плоти, и воцарился над нами, когда Адам потерял царство и данную ему власть над всем живущим на земле и над демонами». Вопросы, может быть, у кого есть? Далее. «Авраам родил Исаака». Толкование. «С Авраама начинается родословие, так как он был отец евреев, и первый получил обетование, что благословятся в нем все народы». Бытие 18.18. Итак, прилично от него начинается родословие Христа. Христос есть семя Авраама, в котором получили благословение все мы, бывшие прежде язычники и подклятвы. Авраам значит «отец языков», а Исаак – радость, смех. Евангелист не упоминает о прежде родившихся детях Авраама, то есть об Исмаиле и других, потому что иудеи происходили не от них, а от Исаака. Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Толкование. «Вот потому упомянул об Иуде и братьях его, что от них произошли 12 колен». Комментарий Игнатия Олапкина. Настя Дробот, попробуй микрофон отключить. Получится у тебя или нет? А то мы слышим, что у вас происходит, и немножко мешает. Да мы молча сидим, не знаю, попробую. Сидите молча, но там какие-то щелкания происходят. Комментарий Игнатия Олапкина. «Никто не может требовать исполнения того закона, который не доведен до сведения живущих в этом государстве. Знать Евангелие – это не только знать его содержание, но и знать его истинное толкование». Иоанн Златоуст говорит «Не показывай мне, что написано, а дай мне смысл написанного». Жизнь по Евангелию, то есть по Новому Завету, по второй части Библии, наиглавнейшей и спасительной, как может произойти, если народ не научен, и его не учат этому самому Евангелию? Те, кто скрыли, не донесли, какой страшный ответ дадут перед Богом. Обращаясь к таким священникам, Иоанн Златоуст говорит «О священник, если одна овца погибнет по твоей небрежности, тебе не хватит и всей жизни, чтобы загладить вино». Евангелие от Иоанна 5.37 «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Нужно не просто читать, а исследовать, как в лаборатории, постигая истинный, сокровенный смысл откровений Духа Святого. 1 Тимофею 4.16 «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Псалом 1, 2, 3 стихи. «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Как может пастырь говорить о жизни по Евангелию своей пастве, если Евангелие не изучается, а как принято существует совершенно отдельно на полочке, не обитая в человеке? «Если нет жизни по Евангелию, жизни по Слову Божию, то все ритуалы, все богослужения, даже с участием Папы и Патриарха, имеют иную цену, чем им предают их исполнители». Притча 28.9 «Кто отклоняет ухо свое от слышания закона, того и молитва – мерзость». Жизнь по Евангелию – это жизнь в Духе Святом. «Евангелие – это откровение Духа Святого». Григорий Низкий утверждает, что Бог имеет дело только с тем, что сродственно Ему. «В ком Дух Святой, тот не может не любить Христа и Слово Божие». Евангелие Таана 14.23 «И Иисус сказал Ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». «Не любовь к Слову Божию там, где не любовь к Евангелию, где не избирается благая часть сидения у ног Христа». Евангелие от Луки 10.42 «А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Римлянам 8.9 «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». Незнание Евангелия обрекает человека блуждать в стране далекой с блудным сыном в содружестве вдали от трапезы Отца. Вопросы, пожалуйста, есть. Можно я спрошу? Вот вы когда читали комментарий, там вот слова такие были «В законе Господнем воля Его». Это вот откуда это? Откуда этот текст? В законе Господнем воля Его. Откуда этот стих, спрашивают? Ну какой стих? Там написано «Псалом». Поднимем воля Его. Откуда эти слова? Псалом 1, 2, 3 стих там написано. Спасибо, Господи. Да, «Псалом» 1, 2, 3 стих. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Да, это «Псалмы Давида». Еще вопросы? Евангелие от Матфея 1, 3 по 5 стихи. «Форес родил Исрома, Исром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Иосона, простите, Наосона, Наосон родил Салмона, Салмон родил Ваоза от Рахавы». Толкование. Некоторые думают, что Рахав есть та Раав, блудница, которая приняла саглидатаев Иисуса Новина и спасла их, спаслась и сама. «Упомянул же о ней евангелист для того, чтобы показать, что как она была блудница, так и все язычники, ибо они блудодействовали своими делами. Впрочем, все язычники, принявшие послов Иисуса, то есть апостолов, и уверовавшие слова их, спаслись». Комментарий Игнатия Лавкина. На слова «уверовавшие слова». «Прошла тысяча лет до блаженного феофилакта, архиепископа болгарского. Многое изменилось в мире и в церкви, но Господь говорит, про Керемия 1.12. «Я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». «У Бога всегда на примете люди, преданные Ему, в которых одно желание – жить для Бога и исполнять волю Его, нести святое слово по миру неискаженным». Проб. Даниила 9.23. «В начале моления твоего вышло слово, и я прошел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей в видение». Таким мужем желания оказался блаженный феофилакт, который всей жизнью своей подтвердил слова апостола Павла. Продисловие к толкованиям сказано, на какое разорение Он прибыл в Болгарию, какой темный невежественный народ оказался под Его окормлением, и какие безумные ереси того времени отравляли сознание людей. Прок. Исайя 49.8. «Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя, и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенное». Его толкования священного Писания для миллионов людей стали воистину заветом любви к Слову Божию. Блаженный феофилакт с абсолютной точностью на протяжении толкования всего Нового Завета подчеркивает, высвечивает роль проповеди апостолов. Они проникнут апостольским духом благовестия. «Непрерывная проповедь на учение истолкование – это то, что приводит к жизни во Христе, жизни по Евангелию. Кто из пастырей сегодня понимает это? Ибо всюду проповедь подменена ритуалом и обрядом. А от этого никто не возрождается, и остается всюду та же египетская тьма – обман и самообман». «Вопросы?» «Родословие нужно запоминать? Я его пропускаю обычно, потому что я все это не запоминаю». «Игнат Тихонович, Сарахиль спрашивает, нужно ли запоминать родословие? Я, говорит, все равно его не запоминаю. Я, говорит, его пропускаю». «А что запоминать? Мясописание?» «Ну, кто кого родил, не надо ли знать по порядку вот этот вот родословие. Мы своих прадедов-то не помним. Ну, один раз прочитать-то надо знать, потому что в церкви считается это. Считать на пользу-то большая в этом есть, ну, а дальше уже пойдет там нравственное, уже богословие. Ну, а это история, нам необходимо знать. Запоминать-то и не надо ничего, ну, прослушать можно. Вот. Идем дальше. «Воос родила вида от руфи». Толкование. «Эта руфь была иноплеменница, однако же сочеталась с воозом. Так и церковь из язычников, хотя была иноплеменницей и вне заветов, была, забыла народ свой, и почитание идолов, и отца своего дьявола, и обручилась с единородным сыном Божиим». Вопросы. Вот когда родословие с толкованием-то читаешь и понимаешь, для чего языческая церковь обручилась со Христом, так же и эта руфь иноплеменница с воозом сочеталась. Историю надо знать. Сегодня 9 мая, выходит... Булькает связь. Булькает. Интернет не тянет. Потом интернет наладится, потом спросишь. Сейчас пока не слышим тебя. Евангелие от Матфея 1.6. «Авид родил Иесея, Иесея родил Давида царя. Давид царь родил Соломона, отбывший за Урию». Толкование. И о жене Урииной напоминает евангелист, дабы показать, что не должно стыдиться предков, но наипаче стараться и их прославлять своей добродетелью, и что Богу все угодны, хотя бы произошли и от блудницы, только были бы добродетельны. Вопросы? Евангелие от Матфея 1 глава с 7 по 11 стихи. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авиа родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иафаман, Иафам родил Ахаза, Ахаз родил Иезекию, Иезекия родил Монасию, Монасия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иакима, Иаким родил Ихонию, и братьев его перед переселением в Вавилон. Толкование. Переселением вавилонским называют тот плен, в который, наконец, все иудеи были отведены в Вавилон и плакали на реках вавилонских. Вавилоняне и в другое время делали у них завоевания, но озлобляли их умерение, а тогда окончательно переселили их из Отечества. Вопрос. Мирвам, это роман фруликов, братья. Вопрос. Когда сказано, что Адам имел власть над демонами. Правильно я понял? Что это значит? Откуда ты это взял? От какого пронисло это? А вот сейчас вы читали. Значит, я неправильно услышал. Он имел власть над природой. Я родословие Иисуса Христа читаю. Какое? До Адама тут не дошли еще. До Давида, Абраам. Про Адама ничего не читал я. Ну, вот когда говорили про Иисуса, про Христа, там вот в это имеется в виду. То есть, предисловие. Когда пояснение. Про дисловие я не читал как раз. Я сразу пошел, начал с Матфея 1.1. Где тут? Да. Вот про Иисуса, когда слово что означает, про Христа, что означает слово. И там вот я послышал, что сказали, что имел власть. А вы не следите за стихами? Не слушаете Сергея? Это вы, откуда взяли все это? Я слушаю, просто у меня не было возможности тогда спросить, а вот сейчас появилось, и я как бы... А вы будете задавать вопрос, а сейчас будем продолжать лучше Сергею. Ну, это по прочитанному, то есть, ну, только ранее. вот сегодня сейчас противно. Упоминалось только тогда, когда Адам потерял это все и силу над этим, над демоном. Может, это он имеет в виду? Да. Одиннадцатая страница. Предпоследний абзац. Авраам родил Исаака, или что? Сына Авраамова. А выше, еще выше. Сына Давидова. Когда я говорю об Иисусе, что означает Христос, слово. Вот тогда там, Иисус, что означает? Это когда Юнатий Тихонович в комментарии. Что означает Иисус? Что означает Христос? Это еще выше, это, по-моему, еще до... А, да, когда говорится родословное Иисуса Христа. И тут же дается комментарий. Сергей Павлович, когда Адам потерял царство и данную ему власть над всем живущим на земле и над демонами. Одиннадцатая страница. Абзац начинается с сына Авраамова. И последняя строка этого абзаца. Одиннадцатую страницу. Смотрите. Да. Вот давай читаем. Давид... Это не Игнатий Латкин на комментарии. Это толкование блаженного Феофилакта. Давид носил в себе и образ Христа. Двоеточие. Ибо как сей воцарился на место отверженного и возненавиденного Богом Саула, так и Христос пришел от Отца с большой буквы во плоти и воцарился над нами, когда Адам потерял царство и данную ему власть над всем живущим на земле и над демонами. Потерял власть. Когда Адам потерял власть? Когда поддался искушению дьявольскому, демонскому. Когда согрешил, было грехопадение, вот и потерял власть. И в тот день смертью власть, какая власть, не слушать их, жить вечно. Какая власть над демонами? Когда он потерял власть? Когда стал, когда Адам по плоти Христосу, по духу. А какую власть он имел? Что он мог сделать с демонами? То есть, или как не делать, вы говорите, вот не слушать. Игнать Тихонич, объясните, Роману, какая власть была у Адама над демонами, которую он потерял? Я с Романом поговорю. Роман, ты вот услышал сейчас, какой ответ? Уже больше пяти минут толкутся на одном месте. Ты один заходишь с голосом чаще, чем все остальные вместе взятые. Ты не даешь мысли созреть. Ну, услышал, сразу себя записал. Неделю или где-то продержал, а у нас каждый день, когда занятия идут, полчаса отвечаем на вопросы. Ты минуты не даешь созреть. Это женский характер. Она еще услышала, сразу говорит, а поэтому зрения-то никакого и нет. Златоуст говорит, научитесь не задавать вопросы. Не задавать, а не задавать. Почему? А ты обдумай сначала. Историю про Адама ты знаешь и дальше время занимаешь. Представь себе, 15 человек сидят, 10 минут, уже 5 минут прошло, умножь на 15-то. Куда потянет? А все это твоя вина. Занятий бы не было, до занятий ты еще такие вопросы не задавал-то. У нас все открыто, толкование. Больше не задавай вопросы. Все, пошли вперед. Там все объяснено. Адам когда потерял? Да тогда, когда жену послушал. Подкаблучник. Так, на каком стихе остановились? Запутал стих. Ваос родил Авида от Руфи. Это прочитали. Авид родил Иесея. С 12 по 16 стихи. По переселении же Вавилон. Ихония родил Салафииля. Салафииля родил Зарававиля. Зарававиля родил Авиуда. Авиуд родил Илиакима. Илиаким родил Азора. Азор родил Садок. А Садок родил Ахима. Ахим родил Илиуда. Илиуд родил Илиазара. Илиазар родил Матфана. Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Толкование. Почему Евангелист представляет родословие Иосифа, а не Богородицы? Какое участие имел Иосиф в бессеменном рождении? Вопрос. Действительно. Иосиф не был истинный отец Христов, чтобы от него вести родословие Христа. Слушай. Правда, что Иосиф не имел никакого участия в рождении Христа, и потому следовало бы предоставить родословие Богородице. Но так как закон запрещал вести родословие по женской линии, то Евангелист и не представил родословие Девы. Впрочем, показав родословие Иосифа, он вместе с тем показал и ее родословие. Ибо был закон не брать жен из другого колена, не из другого рода, а из того же колена и рода. Числа 36.6. И как был такой закон, то явно, что в родословии Иосифа представляется и родословие Богородицы. Ибо Богородица была из одного с ним колена и рода. И иначе как бы она могла быть обручена ему? Таким образом, Евангелист соблюл закон, запрещающий вести родословие по женской линии. Но показав родословие Иосифа, показал родословие и Богородицы. Мужем же Марии назвал его по общему обыкновению, ибо мы имеем обычай и обручника называть мужем обрученной, хотя брак еще и не совершен. Вопросы есть? Вопросов нет. Матфея 1 глава 17 стих. Итак, всех родов, от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Толкованием. Евангелист разделил роды на три части, дабы показать иудеям, что они под управлением судей до Давида, и под управлением царей до переселения, и под управлением первосвященников до Христа, явно немало не успевали в добродетели, и потому имели нужду в истинном суде им царе и первосвященнике, которые есть Христос, ибо Христос по пророчеству Якова пришел по прекращении царей. Но как от переселения в Вавилонского до Христа 14 родов, когда оказывается только 13 лиц? Если бы в родословие можно было вварить женщин, то мы могли бы причислить и Богородицу Марию, и таким образом восполнить число. Но женщина не входит в родословие. Как же это разрешить? Некоторые говорят, что Евангелист поставил в счет с лицами переселения. Святого Отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, златоустого, беседа на Святой Евангелии от Матфея. Итак, мы теперь говорим не о вечном рождении, но о дольнем и земном бывшем притысячи свидетелей. Да и о семь будем говорить только то, что для нас возможно по мере полученной нами благодати Духа. Ибо о семь рождений нельзя говорить со всей ясностью, потому что и оно весьма чудно. Итак, не думай, будто слышишь о семь рождений, но слышишь, что Бог пришел на землю, размысли и трепещи. Это было так удивительно и чудно, что и ангелы хором воздали славу Богу за весь мир. И пророки задолго прежде изумлялись от того, что Он, цитирую, на землю пришел и с человеками жил. Варуф 3.38 Ибо весьма странно слышать, что Бог, неприступный, неизреченный, непостижимый и равный Отцу, благоволил пройти через девическую тропу, родиться от жены, иметь предками Давида и Авраама. И что говорю Давида Авраама, даже что еще удивительнее тех жен-блумиц, о которых мы недавно упоминали. Слыша сие, не представляя себе ничего низкого, напротив, тем больше дивись, что Сын безначального Отца, Сын истины, благоволил называться Сыном Давидовым, дабы Тебя соделать Сыном Божьим, благоволил иметь Отцом Своим раба, дабы для Тебя раба сделать Отцом Господа. Видишь ли, в самом начале, каковы Евангелия, когда ты слышишь, что Сын Божий есть Сын Давидов и Авраамов, то уже не сомневайся, что и ты, Сын Адамов, будешь Сыном Божиим. Ибо Он не стал бы напрасно и попусту так уничижать себя, если бы не хотел нас возвысить. Он родился по плоти, дабы ты родился Духом. Ибо тем, что родился от жены, Он уподобился нам. А тем, что родился ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, Евангелие Таан 1.13, но от Святого Духа предвещает о высшем и будущем рождении, которое намерен даровать нам от Духа. Таково же было и все прочее. Таково было и крещение. Оно имело нечто ветхое и нечто новое. Ибо принять крещение от пророка показывает нечто ветхое. А что сходит Дух, показывает нечто новое. Представь, что кто-нибудь, став между двумя человеками, стоящими друг от друга в отдалении, Протянул к ним руки, одну к тому, другую к другому, и соединил обоих. Так поступил Христос, Сын Божий, соединяя Ветхий Завет с Новым. Божественное естество с человеческим, свое с нашим, небесное с земным. Видишь ли блеск, града Божия, каким светом осиял тебя при самом входе, Как тотчас показал тебе царя в твоем образе, точно посреди стану. Ибо в стане царь не всегда является собственным величием, Но часто, сложив порфиру и деодем, облекается в одежду воина. Впрочем, земной царь так поступает для того, чтобы, став известным, не привлечь к себе неприятелей. А царь небесный, напротив, для того, чтобы, сделавшись известным, Не заставить врага бежать прежде сражения с собой, ввести в смятение своих, Ибо он старается спасать, а не страшить. Посему и назван с именем Иисус. Ибо имя Иисус есть не греческое, а еврейское. На греческом языке означает одно. Оно спаситель. А спасителем он называется потому, что спас народ свой. Но если бы евангелист представил родословие Девы, То его пошли бы нововодителем. Посему, дабы мы знали, кто была Мария и откуда происходило, И дабы в то же время не был нарушен обычай, Он представил родословие ее обручника и показал, что он происходит из дома Давидова. Ибо когда это доказано, тогда в то же время доказано, Что и Дева была из того же рода. Не случалось ли тебе видеть, что из телесных глаз, Когда они долго побудут в дыму, текут слезы, А на свежем воздухе, на лугах, при источниках и в садах Они делаются острее и здоровее. То же бывает и с зрением душевным. Если оно обращено на луг духовных писаний, То делается чистым, ясным и проницательным. Так что может видеть наветы бесовские. А если остается в дыму житейских попечений, Непрестанно будет испускать слезы, Плакать всем и будущим веке. Ибо дела человеческие подобны дыму, И ничто не причиняет столько болезней душевному зрению, И не мутит его, как множество житейских попечений и пожеланий. Как обыкновенный огонь, охватывая вещество влажное и промокшее, Производит большой дым, Так и всякая похоть рождает большой дым, И наводит тьму забвения, И когда объемлет чью-либо душу страстную и слабую. Итак, мы непрестанно имеем нужду в молитвах и чтении Божественного Писания, Дабы угасить огонь страстей и разогнать дым житейской суеты, Ибо ничто не приносит столь великой пользы, Как молитва и чтение Божественного Писания, Если мы упражняемся в них с трезвенным умом, Это есть пища души, ее украшение, ее жизнь, врачество и укрепление ума. Этим мы должны украшаться, Этим должны возводить к совершенству слуг, детей, жен, друзей, И врагов обращать друзей. Так и великие мужи, друзья Божии достигали совершенства. Давид по своем грехопадении, как скоро внял слово поучения, Тотчас показал в себе прекраснейший образец покаяния, И апостолы при помощи слова Христова Соделались тем, чем были впоследствии, И обратили весь мир. Комментарий Игнатия Лапкина Феофилак стоит сегодня за кафедрой, в каждом храме его пьет. Итак, мы непрестанно имеем нужду в молитвах и чтении Божественного Писания, Дабы угасить огонь страстей и разогнать дым житейской суеты, Ибо ничто не приносит столь великой пользы, Как молитва и чтение Божественного Писания. Если мы упражняемся в них с трезвенным умом, То услышит его. Вожди ослепшие, к вам это слово. Но какая, скажешь, польза, когда иной слушает, Но не исполняет того, что не слышит? Немалая польза будет и от одного слышания. Узнаешь там себя, вздохнешь, А может быть, дойдешь до того, что будешь исполнять слышанное. А кто не знает и того, что он согрешил, Может ли перестать грешить? Может ли узнать свои грехи? Итак, не будем пренебрегать слушанием Священного Писания. Не позволяй себе видеть сокровища, Чтоб не обогатились, это умысел дьявола. Он представляет нам, что слушать Божий закон ничего не значит, Опасаясь, что, слушая его, мы не расположились исполнять его. Итак, зная этот пагубный умысел его, Оградимся со всех сторон духовными пестьми, Молитвами и Священным Писанием, Дабы, окружившись с ним оружием, Не только самим не подпасть в плен, Но и сокрушить его главу, А за сие увенчаться славными победными знаками И достигнуть будущих благ по благодати И человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава вовеки. Аминь. Еще комментарий Игнатия Лапкина. Не будем пренебрегать слушанием Священного Писания. Как можно было тысячу лет на Руси Не расслышать этот голос? Действительно Сомкнули очи Вопросы по прочитанному Матфея 1.18 Рождество Иисуса Христа было так Толкование Сперва изобразил родословие, Желая показать сию тайну, Помянула мужа Марии Иосифе. Далее продолжается По обручению матери его, Марии с Иосифом, Прежде нежели сочетались они, Оказалось, что она имеет вочеревья Духа Святого. Толкование Не сказал прежде, Нежели приведена была в дом к жениху, Ибо она уже жила у него в доме, Так как древние имели обыкновение Охранять обрученных в собственном доме, Чему и ныне еще можно видеть примеры. Так и Зятья Лотовы по обручению Жили вместе с ним в его доме, Так и Мария жила в одном доме с Иосифом. Почему не прежде обручение она зачала вочеревья? Бог не хотел, чтобы при самом рождении Известно было иудеям, что Христос родился от Девы, И чтобы Дева пострадала от них. Впрочем, не смущайтесь, если сказанное мною для вас странно. Я говорю здесь не свои слова, Но слова отцов наших, дивных и знаменитых мужей. Если Христос и многое первоначально скрывал, Называя Себя Сыном Человеческим, Если Христос и многое первоначально скрывал нам Своё равенство с Отцом, То чему удивиться, если Он и сие прикрыл, Устрояя дивное и великое таинство. Дивно то, что Дева сохранена и избавлена от худого подозрения. Если бы иудеи знали об этой тайне вначале, То побили бы Деву камнями и осудили бы, как блудницу. Если уже и в таких случаях, Коих примеры часто встречались им ещё в Ветхом Завете, Они обнаруживали своё беспокойство, И когда Христос изгонял бесов, Называли Его обеснующимся, Когда исцелял больных в субботу, Почитали Его противникам Богу, Хотя суббота и прежде часто была нарушаема, То чего не сказали бы, услышав, что Дева рождает? Посему-то и представляется родословие Иосифа, И он обручается с Девою. Если даже Иосиф, этот праведный и чудный муж, Возумел помысел сомнения касательно Девы, И многое нужно было, чтобы удостовериться ему в событии, Если и для него нужно было явление ангела, Видение во время сна и свидетельства пророческие, То как могли принять сию тайны иудеи, Которые были лукавы и разращены? Посему и апостолы не говорили часто о рождении Его, Но о воскресении многократно возвещали. Даже сама Матерь Его не дерзала объявлять о сем. Посмотри, что говорит она ему самому. Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя. Лука 2, 48 Потому что если бы сие последнее было заподозрено, То его не стали бы почитать сыном Давидовым, А от непризнания его сыном Давидовым Произошло бы много идентифизов. Посему и ангелы не всем сказывают об этом рождении, А объявили одной Марии Иосифу, Когда же благовествовали пастырям о родившемся младенце, То не присовокупили, что он родился от девы. Так, когда Иосиф удостоверился, Что она имеет в очреве от Духа Святого, То, устранив всякое подозрение, Не только не отсылает ее от себя и не бесчестит, Но принимает и оказывает ей услуги во время беременности, И благоговейно чтит ее. Явно, что не будучи твердо удостоверен В зачатии по действию Святого Духа, Не стал бы держать ее у себя и служить ей. Вопросы? Час прошел, можно задавать вопросы любым. Христос Воскрес, Игнатол Сергеев. Я услышал очень хорошие слова о том, Что мысль должна созреть. И вот пока я слушал наше занятие, У меня созрела такая мысль. Почему святые отцы употребили слово, О котором сказал Роман, Что Адам имел власть над демонами. И вот в самом деле подумал, И к чему пришел. Ведь Адам был сотворен По образу и подобию Божию. И к нему никто не подступиться не мог. Так вот располагая какой-то властью. Даже сатана только прелестью, Лукасством смог проникнуть В доверие к Еве. Мы через нее к Адаму. Или взять второй момент, Когда Иисуса Христа, Бога и человека, Сатана искушал в пустыне. Ведь он же тоже власти-то не имел. Но хотел, чтобы Господь, Как человек, поклонился ему, Нажимая на такие чувствительные Для любого человека области, Как голод, Преврати камни в хлеба, Или тщеславие, Спрыгни с крыши храма, И тебя ангелы поймают. Прояви, так сказать, чудеса, Такие вот наглядные. Но не имел власть Дьявол над Иисусом Христом И не мог иметь. Так же самое, как и не имел он На тот период времени, Когда Адам был в раю, И власти над Адамом. Пока сам Адам не соблазнился, Не поверил дьяволу В том, что он ему наплел. Вот такая мысль у меня возникла, созрела. Ну, грубо, в такой форме. Я ее высказал. У меня все, отошел. Еще вопросы? Пока вопросов нет, я хочу сказать. Я несколько дней работал Над Новым Заветом, Вот трехтомник у нас, Чтобы помогли мне тут. Одна заходит сестра, Она у нас бывает В ролике. И теперь уже они выставлены. Там два, кажется, выставлены, Будет третий, трехтомник. Можно в роликах свободно читать. Очень хороший текст, зримый. Потом я занялся, Отдельно вытащил из третьего тома Толкование на Покалипсис. Для интернетной версии. Разными цветами раскрасить там внутри. Вопрос задан, как. И я еще там статистикой займусь, Сколько знаков, Сколько мест писания взято. Я считаю на сегодняшний день Вот это толкование Наилучшее, которое составил Отец Геннадий Фаст по всем святым отцам. Конечно, это очень много надо было знать, Смотреть, откуда он брал. И все. Я выставил на занятиях, Уже выставил этот ролик. Отдельно там Сергею дал, Кому надо. Вы его же оттуда можете копировать. Посмотрите, как удобно теперь пользоваться. Ни одной буквы не пропущено. Как у нас в книге было, Но только теперь оно выставлено, Как в одну ленту идет. Или там страницы. Все просто. Вопрос где? Где выделено? Местописание отдельно выделено. Какие где места особенностей? О проповеди. Оно жирным, большим шрифтом сделано. Очень легко читать. Я сегодня едва-едва закончил. Несколько дней сидел. В среднем около 10 часов проводил За этим роликом. За одним. Это просто необходимо было. Даже не думал, что сегодня закончу. Вот закончилось. Посмотрите, и тогда дадите отзыв. Относительно вопросов, что созревают. Но эти вопросы-то, они... Легче задавать их, чем отвечать. И вот зайдите на наш сайт. Называется не форум, а сайт. Во свете Библии. Сайт. И посмотрите там справа. 4124 ответа я даю в университетах. Я же не знаю, иду, какой вопрос зададут. Это как экспромтом называют. Тут же раз и все. Или часовая у меня программа была онлайн. По радио. И вопросы по телефону задают. Каждое воскресенье часовая программа была. Совершенно не знаешь, какой вопрос. Это и политика, и экономика, там, социология, семейное положение, поэзия, будущее, воспитание детей, разные названия вер. Ну и Господь-то помогает, потому что ты будешь работать. По милости Божьей, только в одном университете у меня занятия были 18 лет. 18. И ни одного вопроса, ни отвеченного не было. Иногда подковыривается что-то там, ну, подыскивается. Я и на эти вопросы тоже старался ответить. И все время только молился. За капитал иду и молюсь. А так что мысль возникла, я сразу записываю ее, делюсь опытом. Дали какие книги. Я уже, тогда интернета не было, намного труднее было. Я должен был каким-то другим путем узнавать. Тогда иду в краевую библиотеку. В одном городе я был, еще даже в 4 библиотеки записался. В одной нету того, что есть другой. И ответы, они где-то есть, их надо искать. Если молодой ты, у тебя стила и ум есть, почему же не искать? Вот запиши его и потрудись над этим вопросом. А не так, только мысль мелькнула, я сказал, раз вопрос, все замерло. Никто отвечать больше не будет. А ты начинай с себя, и каждый так. И задать можно, но такой вопрос, который сходу, минуты даже не было для размышления, сразу раз. А где же раньше-то был? Это надо перед Богом себя чувствовать. А не занятий, ничего нет, еще знать ничего не будешь. Когда последнюю книгу прочитал? У нас книги, которых нигде нету, только у нас есть. А кто их прочитал все? Надо мной, когда суд был, а ведь я в то время в общий объем часов начитанных, две с половиной тысячи часов начитанных. Понимаете, и сколько на суде было людей, и только один человек все прослушал. Один. А у нее образование четыре класса. Бакланова Антонина Георгиевна. Одна, единственная. Почему? Она мало спала, много работала. Тяжелая. Она из подпольных, из подпольщиков, катакомбная церковь, Тихоновцы назывались. Мы ее застать спящей невозможно было. Она или свечи льет, или лески вяжет эти, щетки делает, еще что-то. Муж отнял у нее троих детей, с топором пришел, молодую жену привел. Ей пришлось выпрыгнуть из дома, и все. Посоветовали обратиться к властям, а они подпольщики, ни паспортов, ничего нет. Ее взяли, ее трепет, а не его. И вот мы с ней встретились. Любознательная, и все знала. Все. Любой вопрос можно было задавать. Она не в полноте его отвечала, но и Бог дал ей прозрительность. Вот мы юноша с девушкой решили быть вместе, и мать направляет к ним, побеседовать с ним. Она начала говорить пять минут, она мне говорит, кого вы прислали, то они совершенно разные. Вот и все. Это же мудрость приходится путем просьб к Господу и молитвы. Об этом говорит Серахов и при мудрости Соломона, притчи Соломона. Вопрос возник, запиши его, попытайся найти ответ. А потом открыто поставь, скажи, вот такой-то вопрос был, я нашел. Меня один раз позвали провести занятие Академгородок Новосибирский. Это очень известный. Там все, и ракетостроители, и все оттуда. И Курчатов там, и Королев. То есть, как говорят там, кто были. Я отвечал, когда я сказал, как я вам завидую, как вы легко получаете ответ. Только задал, но вопросы очень серьезные. Как раз тут переломный момент был, 91-й год, власть менялась. Очень интересные вопросы. Какую конституцию нам принимать? Какое название теперь России дать, что она будет Российской Федерацией, еще никто не знал. Как конституцию составить? За кого голосовать? Вопросы политического характера. А один мужчина встал, ну мужчина там, какой ученый, профессор, и говорит, а вы нам не завидуйте. Мы как легко получили, так легко и потеряли. А вы своим трудом добились, и поэтому у вас так все вмонтировано здесь. Хоть днем, хоть ночью отвечаете. Я понял, действительно так. Иногда бывает с человека какие-то требования. А вот с меня там потребовали, а я не знал. Я встречался с одним, он в краевом отделе юстиции работал, Егоров. Вот. Нет, Егоров его... И он говорит, а я знаю этих юристов-то всех. И он говорит, вот такого-то называет, там, Власова Валентина Васильевна, у ней муж. А он тоже юрист и работает. А я, говорит, последний курс учился, там, дипломную работу делать. Я ее сделал. Ну, столько времени потратил. Ну, думаю, все, теперь я поеду, хоть отдохну. А то работа и юридический институт, это много, значит-то. А он осмотрел ему и говорит, Иван Егорович, вы сделали очень хорошо. Но я вас уже узнал, вы можете сделать лучше. Я вам возвращаю работу. Сделайте ее лучше. Я так и ахнул, говорит, пропал год-то. Я обиделся на него, стал уговаривать. Он говорит, не уговаривайте, идите работайте. Но теперь, говорит, я настолько ему благодарен. Я когда, говорит, тогда все бросил, заново пошел к книге, я так много нового узнал. Ну, по юрисдикции это, юриспруденции это. И моя работа вышла на первое место. И когда стали распределять, мне дали самую хорошую и престижную работу. Это я в своей жизни тоже такой есть. Не знаю, что нигде. Искать надо, ищи. А уже нет, тогда, ну, тогда, как говорится. А там в каждом месте затычка в бочке. Так а что ты узнаешь-то тогда? Ты задал вопрос, а предварительно скажи, искал ли на него ответ. Я ко всем обращаюсь. И если вопрос возник, поищи пока где-то. Но не нашел, значит, тогда и обратись. Для этого у нас идут занятия. А не так, что на каждом шагу выскакивать по 10 раз за одно занятие. Это не годится. На 15 человек вы больше всех отнимаете времени. Надо искать. Вот. Искать. Понимаете, вот я ухожу на работу. На работу. Через дорогу, когда работал. А у меня дома сидят. Геннадий Фаст, он еще священником не был. Тут еще один с Академгородка, научный сотрудник. Еще кто-то приехал. Ну, я им всем даю занятия, задания. Иду и нагружаю сумки с собой. Сторожа я там начитываю что-то. Или симфонию составляю. Работа непрерывно идет. А отец Геннадий мне и говорит. А я вот подумал. А вам кто занятия дает? Вот понятно, какой уровень. А я ему дал занятие. Занятие откровением Ана Богослова, которое мы сейчас считаем. Это его труд. Ну, первый он начал у меня писать в квартире. Книги какие были, я ему дал. Он в предисловии об этом говорит как раз. Вот посмотрите там на... Где вот сейчас чат называется. Есть, нет там? Дошла до вас, нет? Работа эта. По откровению. Апокалипсис называется. Кто-нибудь там посмотрите. Я не знаю, как посмотреть. Дошла, да. Есть. Вот. Лучше ничего нету. Две тысячи лет толкуют. Я не знаю, есть ли такой труд, которым я не занимался. По откровению. И баптистов, и адвентистов, и католиков. Если темой я занялся, я весь погружаюсь в нее. Вот масонцы. Что масонцы? Сейчас выскакивает это масоны. Я 14 лет отдал этой теме. 14 лет. Всю дореволюционную литературу проработал. Всю советскую и всю зарубежную. Вообрази, сколько это. Речь идет не о килограммах, а о центерах литературы. И, конечно, такой он и материал вышел. Что меня посадили за него. Вот так. Градий Духанович, вопросы есть. Давай. Ну, если, конечно, вы помните из вашей прошлой истории. Вот я прочитал переписку с отцом Григорием и монахом, которого Кришна убил и отрезал ему голову. Значит, прочитал я переписку. Интересная, конечно, переписка. Он там пишет одну деталь. И я до конца не понял. Он пишет там, что вы дали ему эпитемию молчать. Но отпустили его с этой эпитемией. Видимо, тогда он от вас уехал и уже там жил сам. И как бы это было без наставления, он не понимал, для чего ему это. Он там все задается вопросом. Зачем мне такая эпитемия? Я вот молчу, молчу, молчу. Я вот вопрос, я тоже не понял. Зачем ему это была эпитемия? Молчать. Молчать там, где он работает. Там, где он работает. Его поставили в церковь, там, по наморям, там, что делать-то. И он там с первой минуты стал исправлять. А выдержать самое малое замечание не мог. И у него катастрофа буквально. Я сказал, ты молчи, смотри об этом и молись. Тебе не поправить. То, что-то они делают там. Ну, ты согласился работать? Вот он приехал в Тобольск. Это город такой был известный. Столица всей Сибири бывшая. Отец Аким был, он у него. А батюшка уехал, и он один там запаниковал. Он такой характер у него был. Я его знаю. В моем доме он пришел в православие. Вот. По откровению. Бог дал откровение ночью. Я утром уже ждал, что он придет. Я не знал, кто он, чего. Я видел только. Я начал рассказывать сон, и говорю, Надежда Васильевна, два молодых человека, даже если сейчас зайти сегодня, я говорю, а в это время в двери стущатся. Один уйдет, говорю, а другой останется. Вот он остался. Ему нужна была помощь. Но помощь не такая наива. Ну, необходима была. Где бы он ни был, у него везде складывалась критическая ситуация с народом. Он не мог общаться. У него этот навык комсомольской работы оставался в нем. Я не то, что против его говорю, а просто знаю, как это. У отца Акима много он мог научиться там. А он, говорит, бросили меня там. Ну, как бросили? Батюшка уехал на месяц. Ты уже обведенный. У тебя крыша над головой. И он такой же, как у меня, Никита. Примерно такой вот. И ростом такой же был. Много знает. Над собой не трудится. И поэтому ему было очень трудно. Я сказал, не разговаривай ни с кем. Ты в храме. Дома учись. Иди по улице благовествуй, где надо. В храме тебя зажали. Ты уже не можешь. Паника такая идет. Кто угодно приезжайте, иначе со мной что-то будет. Я сказал, чтобы у него этого не было. Ну, нормально. Вот он на Сибирске был. Знакомых-то у него нет. Все по моим знакомым-то. Там хорошая Людмила одна была. Ну, просто хорошие сестры-то. Он буквально через неделю со всеми поссорился. Вот со всеми. Вот в одном месте было это. Умерла беспризорная. Но она была среди наших. Их там пригласили что-то делать. Он пошел. И сразу. Ну, кто сказал? Ладан-то может за... А какое право имеете? Ну, просто Ладан за жесть сказали. Это посмотреть в доме-то. Ну, никакого таинства в этом нет. Это не в храме там, как Озия зашел, покодил, проказой покрылся. Здесь, хотя запах задать, нет. А что дальше делать? Что читать? А вот это можно, это нельзя. Он знал. Ну, тогда читай. А почему я должен читать? А покойник лежит. Ну, один ушел человек. Видит, что ничего нельзя сделать. У покойника рядом, и мы спорим. Это мне передают. Один ушел, другой, он остался один. И он махнул рукой и пошел. А покойник остался один. Экстраординарное положение. И надо было вот такому человеку что-то дать. И дать так, чтобы он мог это принять. Тем более, часто болел. Болел он у него носом, кровь шла. Обличать надо. Но когда стал священником, он погряз во всех этих пороках. И торговля в храме была, и разговоры, и прочее. Это не финтифлюшкин труд. Ну, а как? Он был рядом. Я ему говорил. Он смеялся над этим потом. Я говорю, ты никому никогда дверь не открывай, пока не узнаешь, кто. О, боишься. У меня одна жизнь, не две. Он открыл дверь в три часа ночи. И сразу получил удар в горло заточенным электродом. А потом пирощиным ножиком стал от него голову отрезать. Отрезал, и все. Любецкий там и Люберский. Руслан Кришнаид. Ну и все. А теперь давай назад. Его не вернуть, еще нельзя. Теперь его я спросил. Как, Гена? Лучше открывать, не открывать? Понимаешь? Затем, что тебе говорят, а ты не слышишь, стоит или раздор, недовольство, психанул, ушел. Это не годится. Приобретать никого не можете приобрести. Я им говорю, ну ты вошел в готовый труд. У нас была тут уже, ну не сказать общая, но мы ходили за все патриархийные храмы-то. Но мы вели занятия трижды в неделю. По два часа. И пришел готовый коллектив. Тебя приняли, оказали внимание. Ну и все другое-то. Вот пошли мы работать. Я прорабом работал. Строительный техникум и заканчивал. Профессиональный строитель-то. А база такая со всего края приезжает за оборудованием. Сельхоз оборудования. Там нори, ну другое машины даже получали. Зерносклады. Там элеваторы все снабжали. Ну и базу свою надо было ремонтировать. Но начальство ко мне расположено. Я сразу посчитал сколько, чего, как заработок хороший. Я сразу даже вот рамы, которые я, ширину вот этих деревяшек, которые идут, крестовина, все замерил. Сразу сказал сколько надо краски. И когда меня судили, то инженер сказал, когда, говорит, у нас ремонтировали, другие там делали плохо. Не сравнишь, как я там главный там был, как прораб. А вот Лапкин, даже грамма краски не пропала. В три раза меньше краски истратили. То есть там воровали, тащили. А банка распечатана, ее надо куда-то делать. Девать. Я маленько, ну осталось, я подошел с банкой, я говорю, вот эту банку тут можно взять там где-то дома. Да какой разговор-то, она уже все равно пропала-то. Это на суде он засвидетельствовал обо мне. Вот, Михаил Федорович. Вот просто это Господь так сделал. И когда мы стали работать, ну я сразу себе ставлю один разряд, разряды, то есть, ну разряд бывает. Первый, это никудышный, второй получше, третий уже работник, а четыре это экстракласс. Ну и, конечно, там коэффициенты дают. Вот, если один, тот получает 50 рублей, то второй там 70, следующий 90, а другой там уже 150, последний. Ну и, я некоторые, все верующие были. С ним мы работаем, он работает как попало. Я говорю, Гена, ну что ты так, да нафиг мне это надо. Понимаете, нафиг надо. Что за слова такие? Нафиг это фиговый листок, которым прикрывается пояс у дикарей, фиговый. Посылай это на определенное место. Нафиг мне надо. Ну, пожалуйста. Я дал третий разряд, и через день гляжу, он делает плохо, я ему разряд срезал. Ну, как я работал, у меня 250 человек было, 6 объектов. И с детства я с топором в руках, он ничего не знает, и начал вот так колбасить. И, конечно, он получил меньше, еще раз недоволен. А другой, вот у нас тут, мне помог он создать сайт, кажется, форум, он лично создал один из знакомых. Это его отец. Вот. А тот как огонек горит. Я ему тоже третий разряд. Дня 4 проработали, я ему ставлю четвертый разряд, со мной рядом. Одинаковый получим. То есть выше этого у нас не было, на три разряда делили. Почему? Любую работу дай. Работать на циркулярке, отпилить там какие-то дранки, лезть наверх, перекрывать крышу, он хоть куда. А этого я никуда не могу послать. И зная его, я ему говорил, ты молчи. Вот это эпитемья. Он не стал молчать его. Все, потерял всех. Потерял. Что это такое, не пойму я. Я на ваш вопрос отвечаю, Евгений. Да, я слышу, Светлый Тихоевич. Что это такое? Слышал. Слышал я. Что-то очень медленно, как будто заглохло все. Слышаю. Вот такой голос. Вы меня слышали, что... Это Евгений, вы говорите? Да. Ничего тут непонятно. Кто-то залез к нам или так оно на самом деле... Так не было никогда. Может кто-то залез. Ну кто залез... Сергей, ты слышишь, как... Что за разговор? Ну это у Евгения Трапко, видимо, интернет не тянет. Ну попроси его что-то сделать, чтобы было слышно. У меня же запись идет. Так, Евгений, ты понял меня? Понял, да. Подговорю еще. Ничего себе. Медведь из берлоги. Сережа, наведи порядок. Кто это? Через кого так всю систему сломало? Да это только у Евгения Трапко. Интернет скорой слабовато. Ну не знаю, это бывает, когда на магнитофоне, на медленной скорости идет. Так, все, слушаю дальше. Тебе перед подключиться надо, Евгений Трапко. Давай я тебя выключу, наверное, если хочешь вопросы задавать. Вопросы такие, на которые сам не можешь найти ответа. Поработать, и каждый, что хотел узнать? Поищи. Ну нет ничего, тогда и задай вопрос. А не так, что мысль такая возникла, и тут бац ее. Евгений в голове все равно не удержится. Ты ничего не записываешь. Надо записывать. Вот у нас на занятиях были, это в университете. Сидят, и даже на фотографиях сохранилось, сидят, все пишут. Было человека два, которые не писали, но они никакие остались, до деревни остались. Ну вот это, которое, откровение апокалипсис, я дал. И если Господь благословит, и у меня тут одна помогает, может, завтра даже я ее выставлю в интернете. Лучше этого толкования нету. Просто нету. Это во свете Библии впервые, может быть, за всю историю. Всех святых отцов, кто что сказал, по какой теме, и обработать так. А почему? А такой человек оказался, отец Геннадий Пас. Он руководитель баптистской группы был, из менонитов. Человек высоконравственный. Он, наверное, стакана вина за всю жизнь не выпил. Менониты, а не нравственные люди. Ну, как назвать там? Не то, что религиозные, а верующие. Благочестивые люди. Господь таких присылает у людей. Давай вопросы. У меня, Игнать Тихонич, такой вопрос. Сегодня мысль такая пришла в день празднования 9 мая, день победы. Как мне кажется, неправильно истолковывают слова Священного Писания. Вернее, их перевирают и говорят, что вот написано, кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. То есть, смысл в эти слова вкладывают такой, кто на нас нападет, тот по морде получит. Мы такие крутые, вроде, ребят, порядок наведем. В Библии же написано, взявший меч меч, мечом и погибнет. То есть, это сказано не столько к фашистам, сколько сказано к нашим, я как думаю. Ведь Сталин хотел, уже все историки говорят, что первым напасть на Германию, эту заразу коммунизма, все распространить по земле. И они готовили штурмовые десантные войска, там легкие танки, все это уже известно. И просто Гитлер первый-то напал. И вывод-то сегодня неправильный делается, прославляясь этот герой. Да, я их героизм не умоляю, отдавали жизнь. Но, вот эта мысль, что она сегодня скрывается умышленно, или для чего это делается, что вывод-то из всей этой крылопролитной бойни сделать такой, что первыми не нужно нападать. И песнь прекрасная, хотят ли русские войны, но они хотели войны, давайте в этом признаемся и покаемся. Уже раз на хотели, и вот нам Господь показал, что за одного немца шесть русских положили, вот за это желание мирового владычества. Оно было у нас и у Гитлера было-то, и вот два дракона-то. Ну, победили мы, ну-ка, Господь именно, вот, там уже и церковь как-то вот всю фильму показывает, в этом участвовала как-то. Вот, и в Ветхом Завете-то Бог благоволил, когда евреи слушались голос Божий, то и войне Он им помогал, а когда отступали, то и проигрывали. Вот такой вот... Ну, эти слова, кто с мечом придет, от меча и погибет, он стоял, и стоять будет русская земля, предписывают Александру Невскому. Ну, я ничего не могу сказать, защищать-то надо было, то другое. Но какое отношение-то имеет к Евангелию, по которому Бог будет судить нас? Никакого. Никакого. И вот воевались, довоевались, наконец-то, все разрушилось, пало, и людей нету, ничего нету. За перестройку только 120 миллионов абортов. Еще непонятно. Даже говорить не о чем-то, страна-то кончается, издыхает, при последнем издыхании. Тут и спрашивать нечего. А вот они говорят так, ну так, это по старой памяти, может быть. Александр Третий сказал, а теперь слова я повторяю, у России нет друзей. Кроме армии и флота. Все, сам помер внезапно, и сын погиб, расстрелянный, с внучатами, со всеми. И все. Друзей нету никого. При таких потенциалах все было, и друзей нету. Сейчас показывает он, рыбачит, а в это время посол там какой-то приехал из Франции, из Испании. Он говорит, ничего, когда русский император ловит рыбу, подождут. Ну, было или не было, все это фотографируют, фотографии там сделаны такие. Сказали. Как так? Никого, друзей нету. Это в похвалу ставили. Только разговаривать с позиции. Вот есть Тайна святых, книга называется, вы ее найдите в интернете. Тайна святых. Там есть моменты, которые не брать. Я из нее многое брал в то время, насчитал ее на пленке. Тайна святых. Иванов, кажется, его фамилия. Мне кажется, там не один работал, высокого полета птицы. Они все это показали. Когда Николай Первый, видимо, да, на коне там впереди огромное войско скакал и кричал, с нами Бог, никто не устоит. Вот и все. Время, время показало. А маленькая Коста-Рика, наконец, избрали такого президента, что он проголосовал парламент, их страна-то небольшая, полностью, чтобы не было армии. Нету, оставили там маленько полиции наблюдать. А все бросили на образование, на медицину. И показывают, как изменилась страна. Он уже ушел на пенсию, а в нем души нещают, отец нации. Ну, по Коста-Рика, кто хочет, спроси, я фамилии ничего не запоминал. Вот такое дело. А к нам кто придет? Ну, вот действительно, более бездарно, как в архипелаге ГУЛАГ пишет Солженицын, войны не было. Ну, а подробности там все, это вот Виктор Резун, Суворов, дважды приговоренный к смерти в органами советскими. Он это подробно, по пунктам все разбирает, и сегодня уже все историки склонились туда. Может, какой-то еще полудохлый коммунист свое гнет. Готовились напасть через две недели. Гитлер просто опередил. Перед самой смертью Гитлер говорил, я не начинал войну, у нас выхода не было другого. Вот я вчера только время сколько-то потратил, посмотрел. Там у него секретарь Юнг выступает, и очень-очень сильно ставят. Значит, надо молиться было. Молитва, после молчать уметь, когда надо. Научиться молчать. А здесь вот у меня была подруга одна-то, тетя Тоня-то. И она говорит, у нее брат, кажется, сказал, что воевать я пойду, но не стрелять то другое. Да кто с тобой будет раздражать? Его тут же вывели, тут же расстреляли сразу. Тут же, говорит, расстреляли. Прямо сразу перед всеми. А сколько таких было? Так что человек бомбят, он себя никак не помнит. А там заградительный отряд. Его поймали, он бежит, глаза закрыты, глаза открыть не может. Ударила, запорошила. Ну и к расстрелу. Но ладно, у него рядом было воинское счастье, и дядя его генералом был. Он, если к дяде там позвонили, и тот спас его, взял к себе. Хороший воин был, тот другой. А тут потерял рассудок, закричал мама и бежать. И покинул, ты же не знаешь, что с тобой будет. Надо, чтобы рядом был какой-то смелый, сильный человек, поддержал. Везде надо искать не компромисс, а как угодно Господу. Святая его воля. Волю Божию надо познавать везде. В другом я читал, у нас тут и перхальная газета выходит, или журнальчик как. И там, кажется, я прочитал. Его также взяли, а он из-под катакомбников. И он никак. Ну, его под расстрел был, он говорит, а расстреляйте, какая вам польза-то? А я умею стряпать, хлеб печь хороший, умею сапоги точать. Ну, и правда, умный какой-то там полковник, он взял, он вот такие сапоги, как в магазине, говорит, не купишь. А теперь все к нему полезли. Он везде старался где-то что-то достать, узнать, и через него такая польза была. Вот адвентисты поставили фильм, когда там он на войну не шел, а потом пошел и не стрелял. Помните был фильм этот? Ну, американцы воевали там с сипожками. И он пошел туда врачем, ну, спасать. И он спас столько... Как это называется такой фильм? Хороший фильм поставленный. И он ни оружия не взял, ничего. И пошел добровольцем. И он спас столько людей. Это просто герой. Ему, кажется, и присвоили это. Там уже никого нет. Уже все разбежались, побили. Он один туда идет и тащит. Идет и тащит. Так что выход-то есть. Какой? Молиться? Молиться и просить Господа. Вот у нас были, которые ребята. Они писали. Мы в армию идем, добровольно идем. Но я не могу быть ни заряжающим, ни корректировщиком. А остальное, пожалуйста. Буду все носить. Спасать. Хотя бы... Вот упал вертолет и упал на минном поле. Люди-то оттуда шагнут, шагнут, взрыв и нету. Он говорит, меня посылайте туда, я пойду. Положу душу свою за них. Вот весь ответ. Вон, смотри. Сергей Егорович, руку поднимают. Пожалуйста. Игнатий Тихонович, мне сегодня довелось услышать выступление нашего патриарха Кирилла, в котором он дал свою оценку нападкам на православную церковь, используя такие моменты, как негодное поведение священника, что находятся такие люди, которые, видя эти беспорядки, исходящие от волковой вещей шкури, начинают наводить тень на плетень и критиковать нашу церковь, как бы ее дискредитируя. И вот он сказал такие слова. Да, говорит, у нас могут быть священники недостойными, но, как писал Симеон Новый Богослов, что вы будете делать, если к вам пришел от великого царя посланец, но от этого посланца так мерзостно тянет, в таком он мерзком одеянии, так он неприглядно выглядит, но все-таки он принес от этого великого царя послание. Будете ли вы отвергать этого посланника только потому, что в таком виде? Но тут дается намек на то, что священник рукоположен от апостольских времен, и каким бы он ни был, он несет свет Божий. По такому пониманию патриарха наших падших священников, которые таковыми являются. Вот интересна такая вот позиция у патриарха. Я хотел спросить, а парада-то не было, завтра будет или сегодня был? Сегодня был парад. Сегодня был парад. Я никуда даже не вылазил в интернет, и все над откровением работал. А значит так, на 8-е они, я думал 9-го мая будет. Потому что в Германии-то на 9-е делали. Ну что патриарх сказал-то? Я не слышал это выступление, но понятно. Он придет с посланием. Так вот то-то, что они не идут с посланием-то, они не проповедуют. Евангелия в руках нету. И пьяное давит прихожан. Посмотри, сколько уже. Сколько только беды это не было. Почему про это-то не говорит? Патриарх-то сказал, что замазать? В первую очередь, попы не крещеные. Крестят неправильно, безобразничают. Венцы даже не надевают, превенчают. Почему он про это-то не говорит-то? А вот как идет, так идет. Дальше идти некуда. Они же, говорят, плинтуса опустили на рабственность. В грязную лужу планку положили. Патриарх говорит. Да ему на эту тему говорить-то надо по-другому. Сказать, дошли дальше некуда. Каждый день потоком идут из православия люди. А из-за чего? А из-за что? Матрона главная. Матрона сейчас главная богиня у них. Туда все лезут и лезут. А живого Христа не знают даже. Сколько об этом Осипов говорит. Сколько об этом Дмитрий Смирнов. Как исчезает христианство. И как мы все погибнем. Осипов так и название ролика. Как мы служим сатане прямо в храме. И он все обосновывает. Ему нельзя против сказать. А патриарх еще сказал. Был бы он рядом, я бы сказал, что Владыка, ну не так дело-то обстоит-то. Кто-то там нападает когда-то. Ну нападают в чем дело-то? Надо разобраться, что он то ли нападает, то ли нет. Ведь епископы-то это полновластные князьки. У священников не прав, ничего нет. Поближе пробился маленько, а дальше дерут и дерут с них. Посмотрите, эфир переполнен этим. Священник, который оброг накладывает на него епископ, он продает последнее вплоть до машины. Ну куда это годится-то? Патриарх сказал вот это. Пусть он скажет, почему не проповедует. Ты же говорил еще будущим митрополитам, смоленским и калининградским, идите на перекрестье дорог, меняйте тактику. Чего сидите на одном месте? Что эти слова не повторяют-то? Было время, говорит, в колокол ударить, люди идут. А сейчас, говорит, хоть из пушки бей, никто не идет. Так вы, слово Божие, поучитесь на уличный проповедник, он в Америке. Сейчас и свои есть такие. Как он говорит-то? Почему никого нету? Я вот встречался с митрополитом, это был здесь Гедеон-то. Он такой вот, живот большой, говорит, ну, по барабану-то рукой себя ударил. Игнатий, ну, куда ты меня зовешь? Ты же, видишь, я какой. Я гляжу, вот беседует Смирнов, Дмитрий Смирнов. Рядом за столом ему какой-то священник там задает вопросы. Так тихо, спокойно, его никогда не скажут-то. А он сидит, и у него на груди крест лежит. И вот минуты две пройдет, крест сползает, сползает с барабана-то. И сполз. Он опять только подправит. А тот сидит, даже нужды нету. Почему у нашего батюшки крест не сползает? Он же на весь мир это выходит-то. И опять крест пополз, пополз, и опять вот так вот сидит, а крест на животе. А живот-то бочкой большой из-под пива. Ну, ну, на глазах же людей, люди же это видят. И что вы делаете? Какой ты постник-то с толстыми красными губами? Как у этого написано было у Яна Амаса Каменского. Что он сказал, я не слышал. Но то, что вот говорите, это мне понятно. Лишь бы не тронуть. Он отвечать за них будет. Папа Лев, когда молился перед гробницей Петра, апостола, и просил походотайствовать, что Бог его простил. И, наконец, ответ поступил. Бог говорит, все простил тебе, кроме одного греха. Он так и взахнул. И совсем никак, никак. С этим грехом ты никуда не попадешь, только в ад пойдешь. А что это за грех такой? Ну, я не пью, не курю. Он говорит, ты ответишь за всех, кого ты рукополагал. Он епископ. Кого ты рукополагал-то? Каких поваров-то? Чем они занимаются? Откуда у Пушкина-то поп, толокон и лоб-то? Отчего они писали? Как Белинский говорил, Весерён Григорьевич говорит, про кого анекдот? Про кого сказка? Про попа да про попову дочку. Это когда еще было? Когда? Повторяю, Белинский. Ну, это же не секрет никакой. Они и занимаются. Это там Дворкин сидит, пакости распускает. А ты выйди на определенных баптистов отделенных-то, тебе рта раскрыть не дадут. Они тебя определенно покажут. Вот ваше православное. Смирнов дает интервью, а они же все связаны с властью. Любого посадили за такие слова, а ему даже нужны никакой нету. Поэтому он что угодно говорит. Ну, у вас тут баптисты какие, или какие-то. А что вы смотрите на них? Да берите кирпичи, да бейте им окна. Открыто, прямо открыто говорит. Это как? По какому закону? По какой конституции? Берите, бейте им окна. Он призывает, а не экстремизм, даже статья уголовная. А ему нужны нету. Сидит, кривляется, пузо чешет. И как сядут, так, как говорит, перед собой бетонщики ставят там, все воду подливают и хлюпаются. Срам один. Есть гиена огненная. И вот, как только сядут, ну, полчаса, и он все пьет, и пьет, сидит. Зачем он делается пузырем? Патриарху тоже на это насмотреть. А все боятся. А что боятся-то? Если мы их любим, мы должны делать все возможное, чтобы они в ад не попали. Александр Глебович Невзоров и то говорит, я не хочу, чтобы попов снова вниз головой с колокольни спускали. Ну, что они делают-то? Посмотрите, когда выходят, как они властвуют. Вот мы идем по... 30 тысяч... Евангелие раздали только в селах, в окрестностях. Это 30 тысяч домов мы прошли. Понимаешь, ну, может, там чуть-чуть поменьше, но столько Евангелия раздали. И вот в одном месте выходит мужчина, здоровый такой, и рядом девчонка стоит. А кто вы такие? Мы говорим, а кто вас благословил? Я говорю, был такой Иисус Христос на земле ходил, он благословил. Говорит, идите, несите благую весть, проповедуйте. Это нельзя делать. Я тогда отошел, соседку спрашиваю, кто это? Она говорит, это батюшка. Это батюшка, он запрещенный за это дело, по подбородкам у себя щелкает. То есть за пьянство. За пьянство, это еще не самый последний грех. И он сразу прям так окрысился. Кто разрешил? Я ему Евангелие подаю, он меня начал перебирать. Мне больше тебя ничего не надо, я же не знал, что ты священник-то. Евангелие-то пропил. Давайте до конца досмотрим. Сегодня я умру. Коротенькая жизнь закончилась. Что я там буду отвечать? Видел и не сказал? Из Икииля 3.18. Он погибнет, но его кровь я с тебя взыщу, Бог говорит. С тебя. Но если ты говорил, а он не послушал, он погибнет, кровь его на его голове, а ты спас свою душу. Из Икииля 3.18. 20-20. Вот какая обстановка-то. Патриарху не об этом надо говорить. Кто-то нас, авторитет подрывает. Он, может быть, больше всех подрывал-то. Откуда эти миллионы, миллиарды-то у них насчитывают, что там табаком, вагонами гнали сюда. Беспошенный спирт. Весь эпир переполнен. Андрей Кураев говорит, да, это было. Это было все. И через кого? Через Кирилла. Его зовут не Кирилл, а Курилл. Но для меня он тот был патриарх, так и есть. Я молюсь о нем. Но не надо подыгрывать, подлизываться. Ведь нам с ними детей не крестить. Надо искренне молиться и спрашивать слез. Вот когда напали на патриарха за то, что с папой Франциской в Гаване встречался, я выставил ролик, написал, что он ничего не сделал, кроме того, что есть. Католикам уже все отдали. Все бритые стоят. Попы-то, посмотри, на кого они похожи. Как яйцо. Крестит. Ладошкой мокрый, тронул. Все. Все католичное уже. В Захаре. Он с Франциском встречался. Ну и что? Какая беда? Встречался. А как же? Вы же против. Я не против. Я за. Я только за. Но только поистине должно быть это за. Вот весь ответ. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Иисусу слава. Аминь. И может мне задать такой вопрос, Игнатий Тихонович. У нас на шахте Южно-Донбасска номер один город Углидар. Десять лет тому назад провели собрание. И собрали прихожане нашей шахты. И создали там приход Варвары Великомученицы. Ну, я там назначен старостой с тех времен. Ну, как такового храма у нас на шахте нету. Просто есть несколько икон красивых, подсвечник, потом свечи лежат на тумбочке, и рабочие могут их возжигать. Ну, стоит и ящик для того, чтобы вносили туда, кто желает помощь благотворительную, пожертвования. И вот во днях мне позвонил благочинный нашего Маринского района, отец Игорь, которым я все время пересылаю видеоролики ваши, в том числе и последний документ, который называется «Правилами поведения в храме прихожан Свято-Анфимовской обители». Я спрашиваю у него, он звонил мне по поводу того, чтобы мы показывали доходы от продажи свечей. Ну, как таковой продажи у нас нету, я говорю, у нас пожертвования идут, и мы можем показать их, а можем и не показать, а точнее купля-продажи. Я говорю ему, ну, коль скоро вы меня к этому делу привлекаете, чтобы я вел учет и контроль над этими свечками, то я тогда поставлю встречный вопрос, вы же знаете мое отношение к тому, что жертва Богу свеча должна быть восковая, а не тот парафин, который нам присылают. Он говорит, пожалуйста, это ваше право делать закупки этих свечей в монастырях, где нам показывают. И второй вопрос, продавать их. У нас директор сказал, никакой купли-продажи свечей не должно быть на шахте. кто желает, возьмет, поставит платно или бесплатно на свое усмотрение. И будет ли у нас в таком случае торговля, если мы кроме этих свечей будем брать книги, какие-то другие полезные вещи для наших работников шахты. Ну, это все-таки не храм, а тем не менее как-то надо распространять литературу духовную и те же самые крестики, кто не носит. А то буквально до прошлого воскресенья у нас в храме одна женщина заказала панихиду и священник провел ее. Но эта женщина никогда в храм не ходила, ее в первый раз видел. Креста на ней не было. И тем не менее она простояла всю эту панихиду, пока ей об этом не сказал, ты православный или нет. То есть я к чему говорю, можно ли у нас на шахте, где есть святой уголок, заниматься распространением на платной основе книг и другой утвари. То, о чем нам говорит благочинный отец Игорь. Будет ли это совместимо с уставом нашей церкви? Да никак. Ни одного слова евангельского нет. Продажи, свечки, пришла женщина, все это игра. Люди должны прийти услышать Евангелие. Вот больше им ничего не надо. Какие свечки? Зачем они там нужны? Вас чего нету? Ну, кто там за это когда моет, за это еще деньги получат? И весь ответ. С этого начинают какие-то свечки, уголок. Открытый храм. Зовите людей. Директор сказал, он правильно сказал, директор. Он вытурит вас. Вы наоборот к себе приглашаете. Домой или где. Ведите занятия, кружки образовываете. Начинают опять. К тому же и пришли. Что за благочестие деньги собирать? У нас свечек не продают. Нету. 20 лет и ни одной свечки не продали. А деньги? Деньги десятина восполняют. Батюшка воск берет определенные сестры льют. Сколько надо пачки лежат. Они так пахнут, как будто на пасеке находишься. Ну, так когда у нас есть молития, храм, а просто ничего нет, да еще там свечки. Ну, за нее смеяться будет. Евангелие не знает, пришла. За это время, пока она отстояла, ей можно было половину Евангелия просчитать. Неправильно это все. Это игра. Православная игра. Но свечи. Надо где-то собираться и заниматься. Я говорил, как начинать. Третий том открытым оком. Как образовать общину, что была община. А тогда открывать и храм, где будут молиться. Не надо. То, что делать, совершенно не нужно. Вот у нас как делает. У нас в Барнауле на вокзале специально откупили. Это я не ходил туда, но мне это наши люди говорят. Касса, не касса, это камера хранения. А туда приходят и кладут Евангелие, книжки там разные, чтобы люди могли приходить свободно брать. И которая привезла наша сидит сестра и смотрит. бабушка одна подошла, взяла Евангелие вот это с красной корочкой, по благословению патриархи Кирилла где. И она вышла и сидит здесь. А потом говорит мне, говорит, вот я взяла это, у меня дома Евангелия нет, вы не знаете, можно тут брать? Она как раз положила, она говорит, можно бабуля, можно, бери. И дальше стали с ней разговаривать. Это мне уже передают. Надо свободный доступ, чтобы был не до свечек, а до книг, до Евангелий. Найти где положить. Вот и все. Я вас услышал, Игнатий Тихонович. А свечи это действительно как бы такая, ну скажем, золотая жила, которая питает наше свещество. Да, кончилось. Сергей Егорович, время кончилось. Давайте прощаться. Уже лишнее, скоро у нас полщица на это. Сергей, пусть на молитву призывают. А молимся. Ангелы, ты яши благодатнее, чистая дева, радуйся, и по кереку радуйся, твой сын воскресе три дни вен от гроба, и мертвые воздвиговы, люди веселитесь, святись, святись, Новый Иерусалим, и слава Бога Господня, на тебе во сия, ликуй ныне веселись, сионе, ты чистая краску вся Богородица, а восстань и Рождество твоего. Молитесь, Игнати. Господи 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 Божий Божий наш, мы преподаем Твоей милости, сжалься над нами, просвети наш разум, чтобы мы искали общение в Духе Святом с Тобою Божьим, и чтобы не было у нас других авторитетов, кроме Тебя, столь высоких, чтобы во свете Библии смотрели на наши события вокруг нас, научи нас ценить это драгоценное время, и через нас саделай, Господи, чтобы новые люди нашли Тебя, примирились с Тобою. Устрой нашу жизнь по Евангелию в Духе Святом. Благослови правителей, сохрани их от покушения на них. Патриархам, епископам, священникам и пастве даруй духовное рождение. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос.